книга открытым оком тема объединения том 18 вопрос 3250 ныне видим как мирно и просто любезно беседует патриарх алексий и митрополит лавр зарубежный почему же это радостное событие они не притворили намного раньше отвечает игнатий тихонович лавкин потому что лавр совсем недавно был последователем своих предшественников а ныне он уже не тот переродился цитата архиерейский сенот русской православной церкви за границей от 30 ноября по новому стилю 13 декабря 1990 года имели суждение о новом в кавычках воззвании московской патриархии от 25 27 октября 1990 года обращенная к русской зарубежной церкви после обсуждения этого воззвания архиерейский сенот определяет первое воззвание архиерейского собора московская патриархия от 25 27 октября 1990 года игнорирует канонические основы существования свободной части русской православной церкви указ номер 362 от 7 по новому стилю 20 ноября 1920 года и предписывает зарубежной церкви тот раскол который на самом деле московская патриархия внесла в жизнь русской православной церкви авторы приписывают себе сирич сергианскому руководству московской патриархии единство с гонимой матерью церковью в россии хотя даже события последних месяцев показывают что они сами гонители свободной церкви второе игнорируя присущие декларации митрополита сергия отождествления гражданской родины и советской власти цитата нашего советского государства нашего народа нашего правительства они не замечают что защищая эту декларацию они тем самым отождествляют себя с богоборческим партийным государством снимают с него вину за преследование церкви и фактически признаются в соучастии в попытке угошения религиозной жизни в россии третье авторы упрекают русскую зарубежную церковь в использовании гестапо для захвата приходов западноевропейского экзархата на самом деле митрополит серафим берлинский и германский покрывал священников этих приходов в том числе иоанна шаховского который единственный выступал с хвалебными высказываниями в адрес гитлера сам будучи ярым противником зарубежной церкви 4 авторы воззвания защищают свою принадлежность к мировому совету церквей тем что делают это якобы для свидетельства об истинности православия при этом они скрывают тот факт что безбожники их заставили свое время вступить в эту организацию и постоянно участвуют в молениях с иноверными чем создается смешение всех религий пятое воззвание нас призывает к открытому и честному диалогу на это мы должны заявить что мы были бы на него согласны если бы для такого диалога была общая платформа церковного мышления и если в нем будут участвовать лица не запятнавшие себя сотрудничеством с безбожной властью и не подлежащие церковному суду кавычки закрыты секретарь архиерейского синода архиепископ лавр книга сирахова 28 11 беседа благочестивого всегда мудрость а безумный изменяется как луна евреям 13 8 иисус христос вчера и сегодня и вовеки тот же учителей пришлось нам повидать на личном опыте достойно убедиться умение их святое заплевать ошельмовать насмешкой или свистом учителя с изломанной судьбой с душой трусливой до зарплаты жадной им некогда учиться и заняться собой мол выгонят дадут тогда по шапке и чтобы власть не зарядила им не заложила в патронтаж в колчан они спекут и комом снова блин и языки сглотнув начнут молчать учились педагоги друг от друга как ложные крадущие пророки запустят ложь у слепоты по кругу за правду не заступятся и робко слепцы из притчи рухнувшие в яму историю кастрируют как их обучат им скорченным не распрямиться прямо кулем навалят не разберихи кучу к интеллигенции приписан поводырь утробой не постигший смысла жизни дьячок по буквам знающий псалтирь намного был полезнее отчизни безбожники безумцы учат жить судить рядить о вечном колобродить лба не перекрестит христа продавец жит при галсту киебрит он столько душ угробил учитесь волю божью познавать вникать исследовать писание еговы блажен такой и преуспел весьма к спасению ни одного ловит христос учитель разослал по миру апостолов святых учителей пророков в них библия как фото под копирку вот от таких на всех хватает пророку 3 августа 2006 год игнатий лапкин